Цены на бензин Открывает наш рейтинг стран с самым дорогим бензином – Швеция. Она также отличается высокими налогами, которыми облагается любой источник энергии. В этом государстве проживает почти 10 миллионов человек. И здесь большие налоги на топливо. Кроме того, в Швеции очень высокая доля электрокаров. По уровню доступности бензина страна занимает 16 место. При среднем дневном доходе в 152 доллара на покупку литра бензина уходит почти 1,5% этой суммы. В среднем шведский водитель тратит в год 365 литров бензина. По этому параметру страна занимает 28 место в мире. Строчкой ниже – Франция. Французы могут позволить себе оплатить высокую стоимость бензина, однако они все чаще переходят на электромобили. Французские автопроизводители Peugeot и Renault конкурируют на рынке электрокаров. Во Франции – одна из самых больших сетей зарядных станций для электрокаров. По уровню доступности бензина Франция занимает 23 место в мире. При среднем дневном доходе почти 123 доллара покупка литра бензина отнимает 1,5%. В год водитель в среднем тратит 137,5 литров бензина. На это у него уходит около 1% средней зарплаты. По этому параметру страна занимает седьмое место в мире. В Португалии довольно высокий налог на топливо, однако его направляют на улучшение и сохранение экологической обстановки в стране, которая необходима для сохранения пробкового дуба, который является уникальным деревом и кора которого является ценным товаром. По уровню доступности бензина Португалия занимает 39 место в мире. При среднем дневном доходе в 66 долларов покупка литра бензина отнимает почти 3 цента. В среднем водитель тратит 140 литров бензина в год, что отнимает более 1% средней зарплаты. По этому параметру страна занимает 21 место в мире. Португалия и восьмое место в рейтинге стран с самым дорогим топливом. На седьмом месте Израиль. В общем рейтинге Израиль занимает 55 место и входит в число стран с самым дорогим бензином в мире. По уровню доступности ГСМ государство занимает 26 место. Средний дневной доход составляет чуть более 114 долларов, а на покупку литра бензина уходит почти 2% дневного заработка. За год водитель в среднем тратит 452 литра бензина. По этому параметру страна занимает 51 место в мире. На шестом месте нашего рейтинга расположилась Дания. Эксперты отмечают, что в стране очень низкий уровень неравенства доходов, небольшой уровень коррупции и счастливое население. Несмотря на то, что цены на бензин здесь довольно высокие, неплохой уровень доходов позволяет жителям страны не чувствовать дискомфорта по этому поводу. Здесь развивается велосипедный транспорт и вся необходимая для этого инфраструктура. По уровню доступности бензина Дания занимает 14 место в мире. Средний дневной доход составляет 175 долларов, а на покупку литра бензина тратится более 1% дневного дохода. В среднем датский водитель использует 299 литров бензина в год. По этому параметру страна занимает 15 место в мире. Открывает пятерку лидеров Италия, которая в общем рейтинге заняла 57 место. Стоимость владения автомобилем в этой стране одна из самых высоких в мире. При этом снижение цен на нефть, которое наблюдалось не так давно, мало помогло итальянским автовладельцам, так как в Италии очень высокие налоги на топливо. По уровню доступности бензина страна занимает 31 место. Средний дневной доход составляет 98 долларов, а на покупку литра бензина тратится почти 2% дневного дохода. В среднем водитель использует 174 литра бензина в год, что отнимает у него 0,94% средней зарплаты. По этому параметру страна занимает 16 место в мире. В общем рейтинге Греция занимает 58 место, также оказавшись в списке стран с самым дорогим бензином. Эксперты отмечают, что Греция наконец начала выбираться из экономических проблем, которые преследовали ее в течение почти десятилетия. Чтобы выплатить долги, Греция подняла налоги на топливо, и теперь они одни из самых высоких в Европе. По уровню доступности бензина страна занимает 44 место. Средний дневной доход составляет 57 долларов. В среднем водитель тратит 305 литров бензина в год, что отнимает у него почти 3% средней зарплаты. По этому параметру страна занимает 57 место в мире. Греция и четвертое место в нашем рейтинге. Тройку стран с самым дорогим топливом в мире открывают Нидерланды. В Нидерландах, кстати, довольно высокий процент электромобилей. Отмечается, что их доля начала снижаться после того, как субсидии стали сокращаться в 2016 году. Помимо этого, в Голландии очень высокий налог на топливо, а также большой процент велосипедов на душу населения. Страна создала и продолжает развивать инфраструктуру, позволяющую пользоваться велосипедами и снизить использование автомобилей. По уровню доступности бензина страна занимает 20 место в мире. При среднем дневном доходе в 150 долларов на покупку литра бензина тратится 1,5% дохода. В среднем водитель тратит 310 литров бензина в год. На это уходит более 1% средней зарплаты. По этому параметру страна занимает 22 место в мире. В общем рейтинге Норвегия заняла 60 место. В этой стране, как отмечают эксперты, самая высокая доля электромобилей в мире. Это может показаться странным для государства, экономика которого основана на экспорте нефти. Однако страна использует свои нефтяные запасы, чтобы финансировать такие услуги, как бесплатное образование или улучшение инфраструктуры. По уровню доступности Норвегия занимает 11 место в мире. Так как средний дневной доход составляет 229 долларов, на покупку литра бензина тратится всего 0,90% дохода. В среднем водитель использует 210 литров бензина в год, тратя на это 0,5% средней зарплаты. По этому параметру страна занимает 5 место в мире. А в нашем рейтинге 2 место. И, наконец, страна с самым дорогим бензином – Гонконг. Эксперты отмечают, что жители Гонконга платят за топливо почти вдвое больше, чем их соседей на территории материкового Китая. В общем рейтинге Гонконг занял 61 место. То есть здесь самый дорогой в мире бензин. Тем не менее, по уровню его доступности Гонконг занимает 24 место. Так, средний доход в сутки составляет 132 доллара. Таким образом, на покупку литра бензина уходит всего 2% дневного заработка. В среднем водитель использует 113 литров бензина в год, на что уходит всего 0,5% средней зарплаты. По этому параметру Гонконг занимает второе место в мире. Таким образом, эксперты приходят к выводу о том, что, несмотря на высокие цены на бензин, жители Гонконга не чувствуют большого дискомфорта по этому поводу, что связано прежде всего с высокими доходами.